Невозможно быть самой красивой и жить в самой модной квартире. Да и не нужно. Зачем эта гонка за другими, когда самое главное найти свое место в жизни? Ну а если это не так, наша программа вместе с командой профессионалов внесет гармонию в жизнь нашей новой героини. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Мы в прекрасном городе Суздаль. И я направляюсь к нашей героине Анастасии, чтобы узнать, что мешает ей быть абсолютно счастливой и довольной собой. Здравствуйте! Здравствуйте! Какой у вас милый песик! Можно погладить. Очень красивый. Настя! Здравствуйте! Здравствуйте! А что дверь открыта нараспашку у вас? Дор речи потеряла. Звезда в моем доме – это вообще нечто. Меня зовут Бичвая Анастасия, мне 32 года. Я замужем, у меня двое детей. Я управляющая гостиница. Работа у меня важная. Я занимаюсь переговорами с клиентами, но при этом не выгляжу как управляющая. Обычная дворовая девчонка. Показать статусность своего заведения я, к сожалению, не могу. Показывайте вашу обстановку, рассказывайте. Ремонт я хочу сделать в этой комнате. Это мой зал. Влечение мужа, какие-то мои книги, детские книги. Вы много читаете? Да. А там рабочее место? Что там за уголок? Сажусь за компьютером, занимаюсь, когда работаю удаленно. Ну и, соответственно, с утра перед работой привожу себя в порядок. Много работаем и я, и муж. А как-то обустроить, облагородить и дать этому помещению какую-то свою частичку и душу не получается. Комодик очень комфортный. Да, вместительный, но у меня не так много в косметике, потому что мне больше нравится натуральность. Какая часть комнаты не нравится? Ничего не нравится. Мебели мало, она не подходит друг к другу и, соответственно, темнеет комнату. Шкаф должен быть намного больше. Мне необходимы дополнительные зоны для хранения вещей. Диван вам нравится? Да. Обещает всю мою семью вместе с собакой. Но диван действительно класс. Он удобный. Но если получится поставить диван побольше и получше, то я вообще всегда за. Где косяк от двери? Да, где косяк от двери. И, честно говоря, мне так стало стыдно. Прекрасный пес. Пока он был щенком, соответственно, у него резались зубки. И у нас ушел дверной косяк, плинтуса. Ну, что ж поделать. Я надеюсь, что эта программа мне сделает дверной косяк. Посмотрим гардероб? Да, конечно. Так, ну и ж вы вообще богатенькая. Мой гардероб – это сумбур. И вечерние наряды есть, и классические вещи, и большая часть спортивные. Красный пиджак. Это нравится вещь? Да, это вещь мне нравится. Попробую догадаться, что вам не нравится. Может быть, просто проблема, что вы не умеете сочетать? Потому что вещи сами по себе классные. Я их не умею, наверное, все-таки сочетать между собой. Эти красивые вещи просто висят, но в основном я ношу толстовки. Это носите? Очень-очень редко, потому что он подчеркивает вообще все излишки фигула. Но фасончик опасный. Что хочется поменять? Для каких целей? У меня нет, наверное, какой-то строгости в одежде, а на работу ходить нужно. Я представляю себя на должности в каком-то строгом костюме, а на работе выгляжу неподходящей, я так скажу. Многие думают, что мне вообще 15 лет. И я надеюсь, что до старости я так и могу. Такие вашему блеску в глазах у вас действительно такой бэйби фейс. Всегда ощущение, что ребенок. Ну вот на данном этапе жизни, наверное, я себя так же и чувствую. Но самое главное, что мне нравится, что вы готовы меняться. Всегда готова. Тогда давайте начнем с вашего психологического портрета. Настя, знакомься. Это Анна Рыжкова, специалист по определению психологического типа личности. Настя, скажи, пожалуйста, ты как считаешь, ты интроверт или экстраверт? Ну, интроверт, наверное, когда я больше такая грустная, пассивная. А экстраверт, когда наоборот все прекрасно, и поэтому как-то я больше склоняюсь к экстраверту. На самом деле интроверты могут очень много говорить, быть интересными собеседниками, быть в центре внимания, привлекать внимание. И в чем вообще особенность интроверсии от экстраверсии? Что интроверты, как правило, берут энергию из себя. Я люблю побыть одна, мне так спокойней. И, наверное, я все-таки интроверт. Переходим мы ко второй функции. И скажи, пожалуйста, раздражают ли тебя люди, которые очень много абстрактно говорят, теоретизируют куда-то, уходят в сторону, не держат внимания, фокус? Ну да, есть такие люди в моем окружении. То есть я от них действительно устаю. Ты не такая. Я не такая. И, наверное, это стопроцентное попадание. Похоже, что функция сенсорная вторая, о чем нам говорит, что Настя человек достаточно скрупулезный, склонный к рутине. Настя скорее отремонтирует что-то старое, чем купит новое. Правда? Действительно так. Да? Да, это так. В точку. Действительно, это стопроцентно я. Я люблю что-то мастерить, что-то красить, что-то делать, что-то привинтить, что-то исправить как-то, нежели дойти и купить. Но вот это сочетание первых двух функций интроверсии сенсорики дает нам такой яркий психотип делателя человека, который чем больше за день переделает, тем он больше удовлетворен. Стопроцентно про меня. У меня сейчас мурашки. Аня, как точно вообще. Да. Давайте перейдем к третьей функции. Она у нас отвечает за принятие решений и называется «Логика и этика чувств». Что больше похоже на вас? Ваше сердце управляет вами или ваша голова управляет вами? Голова управляет мной. Когда ты шла, Настя, в наш проект, как ты принимала решения? Почему ты здесь? Ну, потому что мне действительно хотелось что-то в себе изменить. Именно головой я подумала, что да, наверное, мне это нужно. И обратилась на проект. А сердцем доверилась? А сердцем доверилась. А еще такой вопрос. Вот, Настя, я помню, что ты руководишь отелем. Да, верно. Сколько человек в подчинении? Десять. Хорошо ли ты знаешь своих сотрудников, чем они живут, как у них дела, сколько у них детей? И нравится ли тебе погружаться вот в эти вот личные истории каждого? Это, наверное, самая большая моя проблема. Я становлюсь им как друг. Я знаю про их семьи, я знаю про их детей. Даже в рабочих моментах какие-то определенные выговоры мне тяжело даются. Вот мы и вскрыли Настю, что она все-таки этик. В принципе, все так, как оно и есть. Я этик. Давайте проверять последнюю функцию о том, как Настя организовывает свою жизнь. Как ты думаешь, что важнее увидеть возможности в каких-то ситуациях? Вот сейчас, после пандемии, туристический бизнес очень сильно поменялся. Как ты считаешь, это принесло какие-то новые возможности, и ты ими легко воспользовался для того, чтобы по-новому как-то, может быть, выстраивать какие-то процессы в работе? Или ты все-таки человек системы, и вот когда что-то надо очень быстро поменять, вот становится сложно. Сначала нужно перестроить как будто бы всю систему. Я все-таки человек системы. Я стараюсь делать так, чтобы все было последовательно, шаг за шагом. Анастасия – психотип-творец. Интроверт, сенсорик, этик и иррационал. С одной стороны, миссией таких людей является что-то творить, создавать. С другой стороны, делать что-то полезное, важное, что буквально можно руками потрогать. Психотип Анастасии достаточно женственный. Анастасия – мягкая, приветливая, добродушная. Нам не следует идти по этому пути в ее интерьере и в одежде. Скорее, интерьер ее должен быть более мужским, чем женским. И только элементы какого-то уюта, такие как домашнее растение, доставляет огромное удовольствие. Или иметь какую-нибудь красивую винтажную люстру – тоже очень важно. Что касается одежды, важные качественные вещи, приглушенные неяркие тона, ничего яркого, вызывающего, Анастасии мы не будем рекомендовать. Ну вот такая наша Настя. Психологический портрет готов. Леш, ты отвечаешь за новый образ. Даша, а ты за преображение интерьера. Я думаю, что за основу всегда можно взять классические формы, но окрасить их в очень женственные цвета и оттенки. Мягкие формы, мягкие линии. Поэтому здесь я буду работать, скорее всего, пастельными какими-то оттенками. Бежевый, разбеленый розовый, лавандовый. Ой, это очень красиво. И самое главное, что все это в многослойности. Ей самой будет интересно каждый раз одеваться утром. А Анна, кстати, говорила о том, что ей нужно работать руками. Вот именно поэтому весь ее новый гардероб будет довольно сложным. Для того, чтобы каждый раз что-то привносить можно было новое самостоятельно уже. Это очень интересно. Настя очень красивая девушка, и мы это подчеркнем новым образом. Мне кажется, ей очень понравится. А что порадует вас и удачно обновит гардероб? Выбирайте на маркетплейсе Озон. Все для нового образа. Обувь, одежда, аксессуары на каждый день или для особого случая. Выбор очень большой, и цены вас приятно порадуют. Особенно, если заглянуть во время распродаж. А они бывают регулярно. Кроме этого, можно сначала примерить заказ в пунктах выдачи и оплатить только те вещи, которые подошли. За шоппингом мечты и выгоды на Озон. Даш, какие у тебя варианты по интерьеру? У меня достаточно сложный выкрас будет по стенам. Мне захотелось поиграть немножко с этим стилем 60-х, но немножко его осовременить. Аня, кстати, говорила, что ей в интерьере нужны винтажные вещи. Вот. Именно поэтому я ей вписала туда винтажную люстру и ее винтажный проигрыватель. И вообще, очень интересный оттенок у меня там используется, но это вы увидите чуть позже. Но мы заинтригованы. Я вам покажу планировку? Да. Мы даем жизни этому прекрасному книжному шкафу. Но у нас здесь есть второй вход, который ограничивает нам проход сюда. И у нас нет возможности поставить шкаф никуда, более чем в этот угол. Я его хочу развернуть. Интересно. И при этом мне хочется из этого места сделать такой арт-объект, потому что я, получается, его детально выкрашу отдельным цветом и дам на него особое внимание. Но он очень интересно будет вписываться в пространство, потому что именно этот же цвет будет повторять книжный шкаф. Дальше у нас, соответственно, стоит диван. Здесь у нас будет стоять ТВ-тумба. И над ней, соответственно, телевизор. И как раз-таки либо это, либо это место у нас будет обыгрываться ее вот этим старинным проигрывателем. Ну что ж, судя по вашим планам, все должно получиться очень хорошо. Осталось только это осуществить. Настя, привет. Привет. Меня зовут Егор Рябчик. Сегодня я твой парикмахер. Ты готова? Конечно. Тебе страшно? Есть немного. Предыдущее окрашивание я делала самостоятельно. Я все это видела, а тут будет все без моего контроля. Я вижу у тебя такие тонкие, красивые, чуть-чуть рассветленные волосы. Немножечко уже пожившие жизни, неухоженные. Да, верно. И я начну наше переплощение прямо сейчас. Так, вот это вот. Держи. Здорово. Как ощущения твои? Легко. Я не буду раскрывать всех секретов. Сохраню интригу. И в конце ты увидишь совершенно другую Настю. И это будет здорово. Я надеюсь на вау-эффект. И я уверена, что у стилистов это обязательно получится. Ремонт гостиной и преображение Насти мы начинаем одновременно. Первый этап – черновые работы. Снимем со стен лишнее, грунтуем. И стартовой штукатуркой устраняем дефекты. Затем штукатурим вторым слоем. И шлифуем стены до идеальной ровной поверхности. Я Надя, визажист. И хочу узнать, как ты готовишь свою кожу к макияжу? В первую очередь это очищение кожи, потом уже макияж. Как бы и на этом все. Настя, ты же знаешь, что наша кожа постоянно подвергается стрессу. От недостатка сна и смены сезонов до множества других факторов. Все это сказывается на ее состоянии и уровне увлажненности. Тоник Labbiom от Natura Siberica с пробиотиками и 4D-гиалуроновой кислотой очищает, тонизирует и интенсивно увлажняет кожу, придавая ей здоровый вид. Кожа наполнится влагой и засияет. На маркетплейсе Ozon можно найти этот и другие продукты Labbiom, да еще и по выгодным ценам. Покупай и сияй. А что бы тебе хотелось скорректировать вот с твоей кожи? Ну, наверное, покраснение на лице. Первое, что я тебе порекомендую, это, конечно же, зеленоватый праймер для макияжа. Мы накидываем на лицо легкий фильтр и уже сразу минимизируем использование тона. После него уже можно будет нанести тональное средство. Тебе не понадобится уже такая плотность. Вот я сейчас нанесла, уже видно, как ты у нас выравниваешься. Мне нравится. Твой глазик очень классно подходит для стрелок. То есть ты можешь быстро научиться делать стрелки. Это несложно. Главное, для симметрии сделала один хвостик, тут же посмотрела прямо в зеркало и тут же наметила второй. Вот это вот секрет симметрии. И вот мы построили на одном глазике, сразу же на втором, и только потом стрелку продолжаем. Соединяем внешнюю часть вот с этим треугольничком. Раз. И стрелочка готова. Открываем. Вот, собственно, у нас буквально несколько секунд. В квартире Насте идут чистовые работы. Для стен наш дизайнер выбрала легкие оттенки голубого и ментолового. А зоны со стеллажом и шкафом станут яркими и необычными. Как вписать большой шкаф в пространство комнаты и сделать из этого арт-объект, я предлагаю выкрасить его в оранжевый цвет. А оранжевый стеллаж в нише поддержит идею контрастных объектов в комнате. Необычный выкрас с акцентным переходом на мебель задаст комнате стиль и визуально расширит пространство. Настя оказалась в ситуации, когда жизнь обязывает ее выглядеть довольно серьезно, но навыка у нее нет. Но строгая классика не совсем про нее, не совсем про ее характер. И здесь нам нужно будет искать, конечно, компромисс. Мы возьмем за основу классические формы, но окрасим их в другие цвета. И, конечно же, будем работать с фактурами. Кстати, говоря о костюмах, я бы не рекомендовал Насте использовать жесткую линию плеча. Вот жакеты должны быть максимально мягкими. Ультрамодные костюмы тройки. Можно всегда лишить жакеты использовать жилеты и брюки. Это, кстати, будет одновременно и монохромным образом, и то, что надо по силуэту. Говоря о миниатюрных женщинах, нельзя не упомянуть обувь. Она ни в коем случае не должна быть контрастной. В идеале она должна быть такого же цвета, как, например, ваш костюм, или телесного оттенка или близкого к нему. Ты готова увидеть себя? Поехали. Ой, это точно я. Ой, такое чувство, что не я, но это я. Поэтому я была вообще в восторге от увиденного. Все мне очень нравится. Я просто даже не могу подобрать слова. Расскажи, пожалуйста, что-нибудь о девушке, которую ты видишь в зеркале. Она уверенная в себе. Она красивая. Она молодая. Все еще впереди. А еще она очень классно одевается. Да, это безусловно. Как тебе твой лук, расскажи? Мне прям все очень нравится. Я в эту юбку, мне кажется, влюбилась. Прям чувствую, что она вот прям на меня. Мне нравится цветовое сочетание. Мне очень нравится бахрома. Это прекрасно. Цвет волос. Прям белый-белый. У меня слишком светлая кожа. Я думала, что я сольюсь. Но нет. Тут решают, безусловно, макияж. Это освежающие оттенки. Это, конечно же, румяна. Это мягкий бронзер. Не надо бояться, безусловно, контурировать лицо. Выглядишь действительно помолодевшей. Выглядишь свежей. И очень акварельная. Мне это дико нравится. Точно, правильное слово. Благодаря вот такому цвету мы подчеркнули красоту твоих невероятно красивых глаз. Настя, ты прекрасна, но это еще не все. Сегодня я буду твоим личным волшебником. Давай добавим немного магии. Смотри, что у меня есть для тебя. Еще один образ. Ой, очень классный костюм. Я обожаю бренд Концепт Клаб за их смелость и креативность. Они не боятся экспериментировать. И именно поэтому их вещи так эффектно выглядят. Благодаря разнообразию вещей ты можешь создавать новые, уникальные образы хоть каждый день. Одевайся стильно на Озон, выбирай Концепт Клаб и будь в тренде. Я себе очень нравлюсь. Все очень классно. Появился какой-то лоск, и от тебя совершенно невозможно оторвать глаз. Спасибо. Согласен, выглядишь просто роскошно. Я себя чувствую женственной, элегантной, красивой. В этом образе ты отправишься в свою обновленную квартиру. Этого я жду, наверное, еще больше. Надеюсь, что тебе там тоже все понравится. Я более чем уверена, потому что с такой командой профессионалов по-другому никак не может быть. Спасибо. Давай обниматься. Спасибо, магия. Магия, случилось. Спасибо. Ой. Ну что, у нас все готово, и я с нетерпением жду Настю в новом образе. Ого. Обалдеть. Ого. То же самое могу сказать. Иди сюда скорей. Привет. Привет. Рада тебя видеть. Я вообще. Какая ты красавица. Так, ну, сначала твои первые эмоции. Я не знаю, это не мое все. Легкий шок. Наверное, я это назову так. Нежные цвета и яркие акценты. Конечно, для меня это непривычно. Это очень здорово. У меня прям мурашки по коже. Я рада, что в этот интерьер вписали проигрыватель. Наши книги. Мне все очень нравится. Благодаря твоему проигрывателю, который мы заметили, как раз, когда первый раз пришли к тебе в гости, вот от него, можно сказать, родилась идея этого дизайна. Единственное, только переживаю за зелень. То, что она у меня, думаю, будет плохо расти. Но вроде я смотрю, что растения такие неприхотливые. Думаю, выживут. И очень здорово, на мой взгляд, монтировался шкаф. Шкаф я сразу не заметила. Он прям слился со стеной. Он большой, должен быть вообще вместительным. Мне нравится, что он совершенно не берет на себя никакого внимания. То есть он монтирован абсолютно в стену. Очень классное решение. Очень удобный диван. Большой, раскладной. Мягкий. Я тоже заценила уже, так сказать. Тебе, наверное, не терпится показать это все своим близким? Да. Потому что я думаю, что у детей вообще будет непредсказуемая реакция. Ребята, выходите. С закрытыми глазами идут. Та-дам! Привет! Привет, привет! Ой, спасибо! Какие вы красивые! Какие вы все нарядные! Муж был очень рад. Слегка шокирован. Да, мне нравится. Нравится? Да. Ребят, а мама как мама? Нравится. Нравится очень. Дети были как-то очень нежны ко мне. Не слишком ярко и не слишком темно. Такой баланс мне нравится на самом деле. Но мне кажется, что на таком большом диване поместится абсолютно вся семья. Так что все успеют за этим столом обязательно и посидеть, и поработать, и порисовать. Настя, у нас есть подарок для твоих маленьких модников. Вот такие шикарные образы из школьной коллекции Акула. Бренд уделяет большое внимание дизайну, качеству и комфорту. Все, что нужно для того, чтобы каждый новый день в школе начинать в хорошем настроении. Выбирайте и заказывайте на Озон. Ведь на маркетплейсе огромный выбор моделей Акула. А главное – по выгодным ценам. Мамы маленьких модников и модниц будут рады. Спасибо большое. У нас как раз Алиса в этом году идет в первый класс. Она будет самая красивая, самая модная. Это правда. Ну что, ребят, я вас поздравляю. Я очень рада за вас, что это начало чего-то очень хорошего. Доброго, светлого и очень красивого. Спасибо большое. Пока.